I have ways of blowing things up. Я помню, что визуал мне нравился, но меня месила девчонка. Я до сих пор помню уровень с тележкой. Это просто как отдельный фактор мазохизма. Но я все же решил попробовать. У меня остались не самые хорошие впечатления о первой игре, но она мне запомнилась. Это фишка с Джеком Воробьем. Это самый худший капитан, про которого я слышал. Но вы обо мне слышали. То же самое у нас и здесь. Посмотрим, как это все будет работать, как оно пойдет. Она мне с первого взгляда начала строить глазки. Она не запустилась на моем обычном записывателе, на Bandicam. Мне приходится сейчас писать ее через GeForce. Это имеет, допустим, не то чтобы ряд недостатков, но игра меня начала потихонечку подтрунивать с самого начала. Я все переставил. Немножко отрегулировал звук. Опять же, музыку я заглушил очень сильно, потому что она почему-то орущая, громкая. Поехали. Там уже по игре разберемся. На данный момент, когда я сейчас начинаю записывать эту серию, когда я начинаю играть, я не знаю, это будет посмотряшка или это будет прохождение. Тут пока что 50 на 50. Выводы я сделаю уже к концу этой серии. Поехали. Новая игра. Параметры, да, я выставил. Озвучки нету русской. Есть текст субтитров. Есть... Так, уровень сложный у нас нормальный. Другие параметры. Я уже везде все пробежался. Мне понравилось, что они предлагают... Тут есть КТЕшки, которые я не очень сильно люблю. Они мне предлагают, чтобы они происходили автоматически правильно. Пока что я этого не поставил. Пока что мне придется стараться самому. Но если вдруг мне что-то будет бесить, приятно, что можно пойти и просто выключить всю эту фигню и просто насладиться игрой. Уровень, опять же, я ставлю нормальный. Ой, деруны. Да, 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 да. Я вспомнил, как их зовут. Брат и сестра деруны. Да, вот. Поедем на нормальном. Опять же, все. Подтверждаем. Крысы снова в деле. Крысы против дерунов. Бам. Вот. Там было несколько раз очень приятные, хорошие головоломки, но также несколько раз были моменты, из-за которых я не хотел бы сюда возвращаться под одним... А, под иным солнцем. Под одним солнцем. Вот. И... Короче, смешанные чувства. Скажем так, я специально не пошел пересматривать последний... Мне что-то нажать надо. Что происходит? Загрузка? А, ну да, спасибо. Специально не пошел пересматривать свои ощущения от этой игры с прошлых своих видео, чтобы не быть предвзятым, чтобы... Как бы... Свое мнение сложилось именно на второй части. Хорошо, что прошло много времени. Илья 1349 года. Амитция. Они уже близко. Я не успел прочитать. Не останавливайся. По-моему, слишком тихо я сделал. Ладно, сейчас... Сейчас чекнем. Он слишком быстрый. Гуго. Гуго и Амитция. Хьюго, вообще-то, да? Амитция. О, нет! Башня! Кабан? А, нет, не кабан. Пацан. Сами не вспомни. Ну, давай, колдун, поймай. Тише, ты... Нашего злодея совсем... А, вот твоя башня. Башню злодея. Я что-то как-то помню вот этого пацана. Я не помню, как его... А, Лука, да. Лука, который Лука, да? Это я тоже сейчас вспомнил. Матушка просила его измотать. Обужайся, колдун. Мы тебе еще покажем. Сейчас, ребят, буквально секундочку. Матушка, наверное, не хочет, чтобы мы только ехали. Короче, смотри. Сейчас я просто звук чекну, как он получается. Так, ну, в общем, я подкинул немножечко звука. Посмотрим, как оно будет. Я буквально 10%. Тут, короче, еще одна проблема в этой игре. Давайте я буду идти, расскажу, что где-то не деть на пустом месте. Со звуком прям... Аминсия! Со звуком прям вот такие перепады. Ты такое... Делаешь его тише на 20%, на 30%, на 35%, и нифига тише не становится. Потом делаешь такое на 40% тише, и бах, ты уже ничего не слышишь. И вот найти вот эту вот тоненькую... Грань. Это замок. Где костыль? А, вон там, да, есть такое. Я только что играл просто в другую игрушку. Там на табу тебя подсвечивается... Все, что находится на карте, повлечь его мелкий там. Графика, если что, на ультрах стоит. Посмотрим, как оно пойдет. У меня... На самом деле, не так уж и много ресурсов уходит на поддержание. Зажмите вперед, что... А, shift. Shift на стрелочкой, да, да. Взмокнешь. Я уже взмок. Если вдруг... Интересно. Ладно. Неплохое жилище. Это замок. Ладно, ладно. В какую игрушку я играл, я заново начал проходить диско Элизиум на волне того, что вроде как обещали вторую часть. Оказывается... Оружие, лука, коварные, да-да-да. Да, собиратель... Короче, ребят, читайте. Я не... Слишком могуч. Прочимся. Я буду считать до 10, потом найду тебя и... Давай не в прятки. Нет, это обучение. Бегите. А так он... Прям здесь. Я верю! Он верю! Он верю! Я чувствую страх. Я... Лукас, Папидиус, между Папидиусом. Я ссвечу, чтобы сделать стю из твоих ног и ехать. Да-да-да, съешь, съешь, ага. Это ужасно. А далеко мне от него прятаться, пока он не скажет, что сдаётся? Где ты могла быть? Ты обеспечен, но я вас отыщу. Ага. Они поворачиваются так отвратительно, когда они вместе. Ты знаешь что? Ага. Вообще вас не слышно ни разу, да? То, что вы говорите. Ага. А, да? Это только вопрос времени, до того, чтобы я тебя получил. То есть, ты у нас настолько... Глухой чел. Не испугался. Пойду дальше заниматься. Отлично. Лукас. Лукас. Я еще окрылся алхимиком. Ты уже алхимик. Я все еще ученик твоей матушки. Анна, иди занимайся, мы тут помним. Погодите, а разве матушка не уехала в другой мир еще? Да, вроде уехала. Доберитесь. Так, ребят, еще секундочку. Я тоже. Мы не будем здесь, если не для него. Мы не будем здесь, если не для него. Я же говорю, я все равно уже немножко предвзят, потому что у меня начинают потихонечку появляться воспоминания первой части, и о всех этих фейлах, которые там были, я уже не могу как-то положительно или адекватно относиться к этим персонажам, они мне уже не нравятся. Ладно, хорошо, 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 пожалуйста, пусть эта часть будет лучше. Пусть то, что-то будет лучше. Только не упадем. Угадайте, кто упадет. Игра не дает поговорить. Вообще, они триндят и триндят и триндят. Я понимаю, что это дети, и дети этим занимаются обычно, они триндят, но здесь это прям... Не знаю, мне кажется, назойливым. Какая красота. Да. Амнистия и Хуго. Станьте за бревном. Ну-ка. Я оставил автоприцеливание. Потому что... Смотрите, в чем прикол. Да хорош! Есть игры, которые челленджевые, в которых ты проверяешь свои скиллы, всякое такое. Есть игры, то есть здесь вся эта штука, она сделана довольно криво. Это я помню, опять же, еще с первой части. Ой, с тележкой. Вот. И я тут даже не буду пытаться играть на какой-то скилл, всякое такое. Здесь мы смотрим не чисто на историю. Единственная поблажка, которая сделала этой игре, то, что мы идем на средние сложности, чтобы не было совсем уже прям это, но... Да ну хватит, я уже понял, как стрелять. Хватит, это неинтересно. Хватит, это неинтересно. Наконец-то, блин. Идущий. Идущий. Он что-то резко вспомнил, ему поплохело. Короче, ладно, ребят, если вы пришли сюда за атмосферой, то явно мимо. Я тут буду отрываться по полной, тут есть куча всего, с чего можно поржать и поприкалываться. Хватит, капитан! Идущий. Он был. Да. Следуйте по берегу. А по этому берегу? Ну, давайте. Я бы хотел бы иметь друг друга, как Ким. Я знаю. Но мы будем сцепиться скоро, и мы будем сцепиться. Он же мелкий, умел управлять крысами. А честно, у нас был еще этот папа римский, который тоже там что-то это... Честно, я забыл, чем закончилась первая часть. А, ну да, 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 сейчас, ага. Он меня будет вытаскивать. Так мы уже умеем сидеть. Игра, вы что, двойное обучение? Спасибо. Двойная игра. Ладно. Я помню, были коллектаблс. Хочу ли я охотиться за коллектаблс в этой части? Я даже не уверен, что будет прохождение. Блин. В том-то и дело, короче, смотрите, в чем прикол. Оно не хавает даже половины моих ресурсов, что по видеокарте, что по процессору. Но вот такие пролагивания... Ну, короче, вы видели, сейчас было, да? Это не потому, что мне не хватает ресов или не... Я выставил на ультру, потому что я вполне видел, сколько ресурсов оно будет кушать. Оно там более-менее показывает, что оно хочет. Вот. И я такой, ну окей, давайте. Я могу это вытянуть. И сейчас я смотрю на показания своего компьютера. Он мне говорит, что, чел, все нормально. Мы можем. Мы можем это вытянуть. Это даже не половина. А пролагивание все равно происходит. Короче, я посмотрю, как это будет дальше проявляться. Если они останутся, то я, может быть, как-то немножко или что-то свет приберу, или... Короче, будем решать. Пока что играбельно. Мы подкрыли. Тайный проход. А, да, очень тайный. Да, это хороший план. О-о-о, я чувствую evil вокруг нас. Хм. Это немного длинный. Давай, мой бог. Они не ждут нас, чтобы мы подкрыли. Да. Я с тобой. Не волнуйся. О-о-о. О-о-о, я думаю, что Малышевые люди близки. Верно? О-о-о! 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 Ты болела? Нет. Но я хочу вернуться. Я согласна. Но сегодня достаточно. Да. Амисия. У них есть ежедневные и пленки. Люди живут здесь. Мы их выкрыли. Может, они болели? Да-да-да. Ножик возьми. Ножик возьми, пожалуйста. Даже если ты не будешь им пользоваться. По крайней мере, тот ножик, который ты заберешь, уже не втыкнут в тебя. Забери его, пожалуйста. Ясно. Амнистия. Амнистия такая. Амнистия. Амнистия. Да, также я убрал любые зажимы. То есть не надо зажимать кнопочку, может теперь просто тыкнуть. Это бейхави. Но почему они болели? Я не знаю. Бейхави. Это стелс в траве сейчас будет? То есть, по сути, они живут обычной и спокойной жизнью. Им уже не надо... Уже не надо ни за кого мстить, ничего делать. Они просто шатаются по лесу и ищут себе приключений на голову. Туда я забраться не могу. Спасибо за вариативность. Вот. Ну ладно, сейчас посмотрим, к чему это все приведет. Сохраняшечка прошла. Ты можешь, пожалуйста, язык-то держать? Что происходит? Сколько из вас там? Подождите. Мы не хотели, чтобы уничтожить. Мы уничтожили здесь. Мы уничтожили, если вы показали нам, как. Бейхави. Я надеюсь. Я не знаю, что происходит здесь, но у нас ничего не связано с этим. Бейхави. 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 Я тебя на куски. Бейхави. 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 Опа. Протискиваемся. Брось пацана. Баам. стал стране это что какой-то эксклюзив от sony ну да просто чуваки всегда делают одно и то же open world со стелсом в траве ну да тут правда правда открытого мира нет она здесь есть стрел в траве не туда я вижу прям какая-то резня в мясо закутайся а ты сейчас скрипнешь дверкой надо этого не услышал и не увидел ты слепошара конечно покатеньк мы не успеем короче теперь я уверен на сто процентов что вы будете сами читать все что происходит потому что я пытаюсь обращать ними на то что происходит здесь вокруг камни вокруг доски скрипящей вокруг все что угодно носит происходит бешенна круто ползем ползем почему ползти тоже на пробел почему то есть вы тоже на пробел я ожидал что ползти куда-то уйди ладно я тут прям целая секта тут десятки людей ну ладно так один горшочек сюда что он там уже куча разбитых вершков валяется да отвертай да давай давай убивай хорошо к началу раздела да наверное это типа чекпоинт так у нас называется я серьезно боковое зрение у них очень странно работает ты прям к нему вот так в лицо открываешь дверь и выходишь он тебя не видит а здесь он типа уже отвернулся и он тебя замещает спиной ну красиво я два горшка взял хороший иди успея а мне не сюда это очень глупое решение это очень глупое решение было то есть туда куда пошел мне казалось гораздо более логично что взял оба горшка конечно сюда давай 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 может нажмите чтобы отобразить доступа alt и дали есть мелкий давай вперед можешь это же запереть спасибо хоть на это ума крутила классно отлично застрелим вот вот такой вот смотрите они вдвоем когда вращаются это вот отвратительно а игра я помню что парня очень часто нам приходится ходить именно в паре с мелким опять же к мелкому меня наверное меньше претензий потому что он мелкий а вот эта дуреха она отбитая на всю голову это я помню еще по первой части поэтому логичнее было бы туда поэтому я сначала пойду сюда а вдруг тут что то есть а вдруг да погоди игра тут ничего нету ну то есть ладно ладно хорошо я промолчу было бы логично погодите это молоток зачем тут кувалда ладно о свинюшке привет я не так сюда зашел я сюда зашел заполз как эти свиньи на четыре как а 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 не а а а не боль не надо Я могу за себя постоять Бах мордой в говно Да, блин Да, давай, до свидания Не, ну тот чувак был слишком туп Потом он получил кинжалом Как бы, да, логичным Давайте, давайте мы будем без амницы Без ам... О, нет, там с ней что-то случилось Я уж, у меня на секундочку Была сейчас надежда, что мы без этой бесячей девки Будем играть в этот раз Но... Но, видимо, нет Игра мне такого удовольствия не позволит Ну, то есть было бы круто Если бы мы играли там за Хьюго И за какого-нибудь того Жалхимика Или за вот этого нового пацана, который нам представили Но... Но нет, нет Игра в 2022 году Не может обойтись Зато красиво Неужели это моя превьюшка? Посмотрим Хотя я видел парочку других кадров получше Опять же, к этому моменту вы это уже знаете Такое ощущение, как будто, знаете, снимать через... Такую... Линзу... Ладно Ух... Пацан... Ты что, на остров богов попал? Или куда? Жар птицы? Не трогай меня Это что за покемон? Такой, не трогай меня так ты куток графики у нас получается ты это не птица хорошо следу за птицей ну пойдемте пойдемте не буду делать предположений сомнистия явно произошла какая-то мутация как по мне но я такой не будем делать никаких предположений моментально давайте сделать предположить ладно забить я имею ввиду не делать предположение что с нами и где мы сейчас вот про что я говорю а в принципе по игре об это мы найдем ассасин начала да да почему нет серьезно это начинает немножечко действий ну есть если вверх действия вниз почему действия вниз отдельно c и отдельно пробел ладно давай 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 падай я не такой уж и жестокий человек просто мне нет сострадания к этими персонажами к этим героем на самом деле истории нужно очень сильно постараться что я привязался к персонажам есть историк который умеет это делать а есть истории которые вот как вот это например вспомните ту же самую дверь смерти насколько я переживал и болел за нашу маленького ворона ну и здесь я чё должен делать нет вроде нет да я не на тебя кричу мелкие я в принципе кстати если вдруг не знаю заметил не заметили довольно часто перевод не совпадает то есть субтитры то что они говорят это абсолютно две разные вещи они где-то издали передают смысл но пойди искупайся тебе легче станет вот эта фишка с ползанием напоминает мне почему мне так не понравилось phantom pain когда я в ней играл когда нужно в пол госпиталя проползти на карачках здесь хотя бы это пару шагов чат воды тебе легче искал искупайся легче станет чат воды что-то издали передают смысл а вот эта фишка на лице зажили да да вода да да вода спасибо я вернусь к нему или с кого-то ну короче это вымыть какое-то его вымышленное место куда он пришел похоже наверное как-то я кстати немножечко яркости под добавил изначально больше чем надо потому что youtube часто темнит посмотрим как она потом выйдет опять же после выхода этой серии этого ролика не знаю пока что пока что пока что это выглядит наверное как все-таки прохождение я попробую тут что-то намутили просыпаешься в едущей телеге смотрите 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 у нее передняя ось колеса они вообще не крутятся телега просто поворачивается в просто именно то количество смешных моментов которые здесь появляются она как раз меня побуждает сделать прохождение кстати я сейчас тут же был вроде как спрос челс про истории про какие-то закатки закатки вроде были интересно как тут будет я надеюсь вы следите за тем что там творится внизу чему читайте мне объясняют что там случилось как там случилось почему что надеюсь позже вернуться к этому стойте да 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 насчет матушки я видимо провтыкал что-то потому что она видимо живая может быть что здесь он как будто бы выходит то есть сейчас будет хорошо но я думаю всё это было баланс ну что Пойдем! Вперед! Вперед! Амисия! Убей! Не надо меня отходить! Я знаю, что ты в где-то! Мой сленг! Я еще в карте! Переходи! Она была там! Она может быть еще рядом! Открывай глаза! Открывай глаза! Черт, я не могу! У меня есть два камня! У меня нет прощей! Ясно, понятно! Она может быть рядом с тобой! У нас есть компания! Слышь везде! Они не могут! Они нужны тебя! Ты нужны тебя! Хорошо. Он должен уйти вниз! Поехали! Я не вижу! Я не могу! Ты увидел нашим оборудованием, Матайас и Реми! Как бы мы убили таких монстров? Давайте попробуем! Открывай! Открывай их! Мы называем прястов! Мы должны! Поехали! Поехали! Если ты умер, они умерут! Давай, чувак, свали! Оп! Я заберу! У нас карманы большие, там много горшков влезет! И вот это он не увидел! Вот это он не увидел! Смотри, такой стоит! Вот так вот смотрит! Опа! Ай! Просто забейте! Свалишь? Молодец! Не видишь! Ты проникнишь все! Что the hell? Ха-ха-ха! Они пронюхали, что ты делаешь! Да иди уже, давай! В окошко? Надеюсь, что в окошко! Я вроде успеваю! Опа! паркурим! Опа! Хах-ха-ха-ха-ха-ха! Хах-ха-ха-ха-ха короче ею берут проламывают стену нормально чуваку на голову падает пару досок он в отрубе я понимаю что мини парадос наверно еще камень какой-то упал ооо да то есть она реально ушатала взрослого мужика нормально так что вы что же так погодите в голову что прицелите нажмите насчет головы я помню вам нет кстати это логично насчет головы там у нас было что хорошо то есть она по попадание копьем выдерживает чуваку прилетает камень по голове его это вырубает окей это логично но попадание копья она выдерживает камни у нас в этот раз бесконечные на держи на держи то есть до этого рыцари и солдаты они были у нас некой проблемой сейчас у нас проблемы в принципе нету потому что мы делаем вот так и все она еще и снайпер то есть она на таком расстоянии в них кидает смотрите смотрите это просто уничтожение то есть она просто пришла сколько десять человек убила нормально кто-то мне потом будет потом говорить про аниме что в аниме что-то неправдоподобно где маленькая девочка уничтожает толпу парней смотрите 14 век на ваших экранах я бы тут не простылся наверное хотя бы может это просто я не вижу способ ну как бы причин заморачиваться она их душит она их избивает она делается не все что угодно причем человек не имеющий абсолютно никакой суперсилы на держи его сейчас чикаго и стал практически адреналинчик начал уходить пришло сознание сервер А, это был пролог как раз. Plucktail Requiem. Хорошо. Я думаю, тогда, ребят, это будет Чужаки. Вторая глава. Получается, первая была прологом. Я думаю, это будет хорошее место, чтобы остановиться. Пишите, что вы думаете, как оно, что оно. Я все-таки пока что склоняюсь к прохождению. Посмотрим, как оно будет. Жду вашего мнения в комментариях. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек, всем покеда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!